И все, привет ребят, с вами мистер Ваник, я сегодня записываю новый ролик, сегодня у нас определенно новый интересный игровой видеоролик, который посвящен тому самому замечательному сочетанию, которому последнее время я хоть и не уделял много времени, внимания, но оно мне безумно почему-то зашло и понравилось, я поиграл пару-тройку каток на молоте со слагерем, ну возможно это связано немножечко с тем, что у нас был последний топ соло турнир, еще молот я поиграл на нем и остался безумно доволен этим сочетанием, поэтому сегодня поиграем именно на нем, ну а какое сочетание вы бы хотели бы увидеть в следующем, можете написать конечно же по этому поводу в комментариях, ну и как только 150 лайков набирается на этом видеоролике, выходит у нас следующий игровой видеоролик. Что касаемо режимов, то я думаю, что сегодня скатаем контроль точек и тдм, я думаю, что именно в этих режимах можно будет попытаться набить самое большое количество киллов, сегодня именно такая задача я думаю, что будет стоять у нас. Что касаемо устройства на викинг, то здесь я буду использовать викинг с бустером, викинг именно тяжелый с бустером, почему бустер, да? Потому что это как бы, ну, то самое устройство, которое не позволяет моментами вам сбить траекторию и я считаю, что лучше его использовать, чем использовать там условный какой-нибудь там иммунитет от поджога, который вам по сути там раз в год может быть поможет и то вряд ли. Поэтому, почему именно викинга молот? В чем плюс данного вообще вооружения? Главный, наверное, плюс это то, что сейчас в матчмейкинге довольно маленькое количество резистов вообще в принципе от молота присутствует и моментами за счет этого можно выдавать очень большое количество дэмэджа, плюс с дроби молота с бустером можно ваншотнуть легкий танк и даже который будет там с броней, если без брони, то можно как бы и ваншотнуть и средний танк. Поэтому плюсов очень много, попробуем реализовать на максимум данное вооружение, но я не знаю, что у меня тут в общем и целом получится. Пока меня запикивает на карту Парма, уже 4 кила я дал, что является очень неплохим показателем, ну и постараемся, как всегда, главное, конечно же, выиграть катку, если победочка будет, то значит считайте уже минимально все, что нужно я выполню. Блин, хантер овер прожал, я думал сейчас я подберу овердрайв, ну ладно, у меня так сейчас будет овер, уже очень быстро копится на молоте овердрайв за счет того, что большое количество киллов удается сделать. И это, конечно же, не может не радовать, поэтому может быть где-то даже и больше стоит поиграть на викинге с бустером, может и даже с другими кушками. Я все-таки сторонник того, что играю больше на защитнике, может быть стоит все-таки больше играть с бустером за счет того, что вы будете давать больше киллов и быстрее у вас будет в дальнейшем копиться овердрайв. Ну ладно, пока у нас турбовыигрышная легкая каточка, я так понимаю, намечается, потому что уже 26 на 4 и честно говоря тут даже не попахивает тем, чтобы противник мог бы как-то камбекнуть эту катку. 11 на 3 счет, ну и я думаю, что стоит сыграть еще одну, еще одну каточку в контроле точек, потому что в этом бою я проиграл, грубо говоря, 2 минуты, за 2 минуты первое место 200 очков, я еще и пикался в катку, которая уже была начата. По показателям очень неплохо, очень неплохо, но надо закрепить, надо закрепить это дело. Молот как пушка изначально, когда только появился, мне тоже очень нравился по своей механике, сейчас я на нем хоть и много не играю, но периодически, одевая эту пушку, чувствую себя максимально комфортно. Ну, к сожалению, нас запикивают в очередную катку, которая уже идет 5 минут, это Кельн, еще и против таких очень маленьких званочек, 290 очков у первого места в катке и давайте главной целью нашей в этом бою будет попытаться занять первое место. Если я за 2 минуты сумею здесь поднять первое место, хотя я, наверное, думаю, что у меня это не получится сделать в связи с тем, что противник не заберет больше ни одной точки, ну давайте хотя бы попытаемся как можно больше киллов дать. Сейчас уже я, в принципе, в принципе, троечку дал, может сейчас еще чем-нибудь залетит, а нет, уже катка закончилась, ну короче, не знаю, что мне с боями не везет, 65 очков, один раз доехал до вражеской базы и все, да. Ну, давайте еще одну, значит, цепешечку, давайте еще одну, раз такие катки дропает не совсем долгие, не совсем жесткие, может сейчас что-нибудь крутое упадет и там уже попробуем максимально включиться и реализовать свое замечательное вооружение. Опачки, это магистраль. В чем также плюс с лагеря. Почему именно данное устройство я использую в последнее время на молоте, да, хотя я говорил, что можно использовать и устройство на поджог. С поджогом, ну, наверное, не все так просто, да, есть карты вот по типу такой, как магистраль, где есть побольше расстояния и на больших расстояниях, вот вы никогда вот с такого расстояния не сможете дать даже там 1300, да, потому что у вас будет разгрот дроби очень большой, а здесь же вы можете за счет того, что у вас скучность самого выстрела больше, можете с больших расстояниях наносить довольно неплохой дэмэдж и по сути это будет больше дэмэдж, чем с устройством на поджог. Плюс ко всему прочему, довольно часто встречаются устройства с иммунитетами от поджога, хотя сейчас реже уже, но все равно, да, то есть, как бы, сути дела не меняет, будут моменты, когда вы будете стрелять в иммунитет от поджога, а это, ну, своего рода определенный минус. И я как-то больше склонился уже к слагерю, да, то, что оно более, как бы, универсальное, хотя тот же устройство с поджогом можно отлично реализовывать, но желательно, чтобы там уже были более маленькие такие компактные карты по типу, там, условного песочницы, да, на песке, я думаю, что можно также четко реализовать устройство с поджогом на молотах. Так, хорошо, у меня дэдэшка не появилась, а то я бы сейчас бы эту дэдэшку с бустером бы реализовал вообще полностью впустую, а так дал довольно-таки неплохой киллочек, и сейчас мог бы добавить бы еще один килл, если бы меня бы не чпокнули. Ну ладно, 6 киллов есть, катку, к сожалению, мы проигрываем, но я думаю, что это дело можно камбэкнуть, у меня еще и овердрайв есть, желательно сейчас поймать как можно больше противников рядом с собой, дабы реализовать овердрайв. Вот так вот вы никогда не сможете дать на молоте с поджогом, у вас скучности выстрела просто в такие зоны уже не будет, а здесь у вас она имеется. И это, конечно, очень-очень круто. Ладно, точки захватываются, довольно большое количество под наш контроль, и это, конечно же, не может меня не радовать. Еще и тот расклад, что тут в одной точке целых три противничка, которых можно чпокнуть. Третий, правда, уже пытался убежать, но, конечно же, у него этого сделать не получилось. Ставим минку, чтобы ддшка ушла с кулдауна, ну и пытаемся накинуть, ну хотя бы полторулек по типочечку накинули, чтобы он особо неграмотно, не сумел реализовать свой овердрайв. Так, ну и теперь надо чуть под контроль точки, будто-то хочет забрать, хорошо, неплохую тычку ему выдаем. Ну и сейчас желательно, наверное, поиграть вот здесь вот, ближе к Е, ближе к респу, и отсюда уже кидать урон. Так, нехантер застопил, ну ничего страшного, типа, ну, окей, застопил, застопил за полбоя. 300 очков, это очень неплохой результат для викинга молота. И я надеюсь на то, что у меня получится здесь набрать где-то около 600, если еще пару овердрайвов реализовать, неплохих, то будет просто бомбочка. Так, давайте сольем хантера викинга, наверное, мне не удастся слить. Так, он очень агрессивный, очень-очень сильно агрессирует на меня, что даже точки не захватывает, ему лишь бы меня слить. Ну, пусть и сливает мне, в принципе. Даже лучше, что он играет на агрессию, байтится. Вот, он не захватывает точку, вот сейчас ему надо забайтится, о, да, 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 вот так ему надо делать. И байтами не устраивают в таких боях, да, мы его выигрывали. Так, ну и желательно всегда, друзья, конечно же, разряжать молот, если вы рядом с собой не видите противника, у вас, например, там в залпе один молот, всегда пытайтесь его разрядить, чтобы у вас уже, когда противник появится в прицеле, чтобы вы уже с тремя молотами его атаковали, они бы давали там один молот и потом стояли и ждали перезарядки. Это, как бы, ну, такая банально простая вещь, но многие ее забывают и катаются с единичным молотом. Это очень, как по мне, глупая ошибка, которой, по сути, не должно быть у вас, вы должны какие-то моменты контролировать очень грамотно. Так, пока по точкам, по точкам, по точкам, по точкам у нас, ну, такое, знаете, как, вроде как и держится все неплохо, вроде как и очень на тоненького катка пока что идет. Надо как-то более уверенно закрепляться на точках. Я вот сейчас захвачу цешечку, мне бы, а, нет, не захватил гром, прожал овер? Мне бы реализовать сейчас овердрайв, вот сейчас я так по точкам смотрю, вот на С, на С прям максимально четко можно реализовать овер. Мне надо для начала забрать дэшечку, ну и на центре у нас два противника. Если там голд на центре, то нам надо сейчас прям вот, ооо, надо, 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 надо вот включиться, надо сейчас включиться на центр. Надо включиться на центр и раздать урон. Мне даже не так, главное, это голд, как вот главное именно противника почпокать и плюс дополнительно килов, конечно же, дать. Мы же все-таки за счет килов получаем свои дополнительно большие горы кристаллов. Так, наши захватывают ешечку, это очень хорошо. Четыре точки под контроль за минуту до конца, это очень неплохо. Главное сейчас хотя бы держать полноценно три точки, то есть вот дэшечку мы под контролем точно будем держать, ешечку тоже, а вот сейчас мне надо, значит, быстро отправиться на контроль центра. То есть не отдать главное центр, если не отдаем центр, то все работает максимально четко. Ай-яй-яй-яй-яй, мне казалось, что вот с такого расстояния мне точно хантер не застопает, но почему-то все-таки застопал. Так, 37 секунд до конца, у нас под контролем две точки, у противника тоже две. Хантер хочет забрать D, но я, конечно же, ему этого сделать не дам, максимум, что он сделает, это отхватит. У нас уходит еще одна точка и нам надо ехать-ехать забирать 20 секунд до конца, мне надо как минимум еще одна. Так, минимум еще одна, дабы на верочку 100% выиграть это противостояние, желательно еще одну забирать, потому что у нас уже какая-то точка уходит, но наши тиммейты там что-то забирают. Так, пока там ребята заберут сами без меня, я попробую еще... Ай, хотел логер реализовать, но не получилось. 650 очков, это очень хороший результат для еще такой большой карты, для викинга молота. Ну, блин, класс, класс, кайф, четко, хорошо получилось реализовать 24 килла. Киллов, конечно, не так много, но зато на точках свои очки забрал. Это, ну, круто, круто, мне вот именно этим и нравится играть на молоте, то, что довольно большое количество и овердрайвов у вас появляется, и с бустером как бы и киллы идут, и сам геймплей какой-то такой вот интересный в итоге получается. Мне как-то вот очень с кайфом играется на викинга молоте, если кто-то любил раньше эту пушку и сейчас, возможно, не играет на ней, я бы вам все-таки посоветовал бы на ней поиграть, покатать, где-то моментами, я думаю, вспомнить даже те старые времена, когда вы можете еще там на цепешечках играли, на полигончике каком-нибудь с молотом, когда еще можно было два устройства на него сразу нацепить. Ох, были золотые времена. Ладно, у нас TDM-очка, карта, ну, я б не сказал, что, конечно, удачная, но можно попробовать, можно попробовать реализовать. Стадиончик, TDM, звания средничковые, что в плане нам будет давать, скорее всего, ваншоты, а ваншоты это всегда хорошо, поэтому давайте пытаться контролировать вражеский респаун. Есть резистик один от молота, там что-то противнички начинают выходить, странно, странно, не выходить, молодые люди. Я советую вам немножечко поиграть, через дырочку неплохой выстрел получился. Может, еще один хотел добавить, так же самое, но, к сожалению, второй уже не залетел. Так, ну и мне надо как-то здесь на контроле сыграть. Там овер на центре падает, мне бы, конечно, этот овердрайв было бы неплохо. Наш молодой человек не видит его, это очень хорошо, поэтому я бегу, 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 бегу за овердрайвом. Даже прожму на всякий случай птичку, чтобы меня никто не респанул. Так, ну а теперь мне было бы неплохо перед собой видеть. Ой-ой-ой-ой, побольше противников, офигеть, я попал под поджог. Я попал под поджог. Вот здесь вот, конечно, когда я вижу два пулемета против, было бы неплохо, наверное, таки все-таки поменять мой замечательный викинг с утяжелением на иммунитет от поджога. Но я такой человек, что я сейчас пока еще 20 тысяч раз по башке не получу, я менять не буду. Так, ну давайте получим еще пару раз по башке, и тогда уже будем задумываться о том, что надо менять. Ну а если я не получу по башке, то понятное дело, что я менять и не буду это все делать. Так, ладно. Три молодых чебуречка респанулось, которых можно чпокнуть. Можно чпокнуть. Можно даже еще попытаться одного зацепить. Неплохо, неплохо получилось. 6 килограмм есть. Лобердрайв реализован на 3 с плюсом. Но тоже неплохо. Пойдет. Хорош. Тиммейт накинул, я добил. Все как всегда, по дефолту. Мистер добивание. Это я. Но он сейчас бы в прострече. Ой, ай, хотел сказать, ой, хорошо, но не попал. К сожалению, не знаю, конечно, как я не попал, но мне так показалось, что там. Дроби должны были залетать. Так, ну и пока-пока-пока-пока какая-то опять турбо-идевая каточка. Может это так? Нет, противники шла бы кто-то. Ну, можно реализовать вооружение, зато очень хорошо. Очень хорошо можно реализовать вооружение. 11 к 1 иду. Повезло мне с боями. Но, даже если ведет с боями, не факт, что вы сможете на каких-то вооружениях реализовать и набить большое количество очков. И здесь у меня это получается сделать. И это, конечно, меня не может не радоваться. 13 к 1 уже дал. Ну, для ТДМки, если я здесь сделаю 30, это будет очень хороший результат. 30 для ТДМки. Это прям бомба будет. Прям бомбочка будет. И шанс есть дать здесь 30. Спросите вы меня, друзья, почему я не реализовываю, например, с тем же успехом, тот самый старый молот с перезарядкой баллона за килл. Ведь его также можно будет реализовать. Его можно реализовать, но в очередной раз, как бы, вы будете тогда уже очень сильно зависеть от киллов. То есть, если вы не даете килл, то у вас там дольше перезарядка и все такое. То есть, у вас есть уже какая-то определенная зависимость. Вы зависите от килла. Здесь же вы не зависите ни от чего. Плюс, ко всему прочему, у вас есть преимущество на любой карте. У вас нет недостатка, что там есть и большая карта, то у вас маленький урон на расстоянии идет. И поэтому я все-таки в последнее время отдаю предпочтение именно этому устройству. Потому что, ну, кто-то считает вообще молот, что не находится в балансе, да. Говорит, что молот шляпа, он не нагибает. А я для себя могу с уверенностью сказать, что со слагерем он сейчас чувствует себя максимально комфортно. И очень хорошо, что многие его считают ненагибаторской пушкой и пушкой, которая находится не в балансе. Именно за счет этих моментов, именно за счет таких рассуждений большинства игроков, вы можете комфортно взять сейчас эту пушку и спокойнейшим образом реализовать ее на максимум. Потому что не будет резистов, у вас большинство противников не будет вообще думать о том, что вы там можете его там быстро уничтожить, да. А бустер дает вам возможность респить любого легкого танка, даже который будет находиться с броней, и любого среднего танка, и даже тяжелого, если он будет находиться без брони. То есть это очень хороший плюс. И за счет этих плюсов, конечно же, можно эффективно воспользоваться этим и реализовать викинга молота. Так, я пока стоял на респе, мы делали очень большое количество килов. Я перестал стоять на респе, и посмотрите, что происходит у нас с правой стороны. Просто красная тьма. И меня это начинает немножечко пугать, потому что сейчас все это дело может привести к тому, что мы сольем этот замечательный байок. А если мы сольем байок, то получается, кто я буду? Правильно, крабик я буду. Я буду мистер крабик. 1, 2, 3. Так, у меня 0 хп на вражеской базе... Ой, я не сводится. На вражеской базе голд. Летит голд. Мне было бы неплохо не взять его, а отдать килов. Нам не слили. 25 килов, 10 килов отрыва, 40 секунд. По своим киллам я дал очень неплохо. По киллам на команду в целом тоже неплохо, половина, грубо говоря. Ну и для победы, я так понимаю, что мне этих киллов также хватает. Это значит, что в очередной раз катка реализована. Very wonderful. Very, very wonderful. Так, пробуем еще еще килл дать. Еще килл, еще два. Ну и тридцаткой закрепил бы, если бы я вот сейчас тридцатым киллом закрепил. Было бы вообще просто очень круто. Очень достойно, если... Ай, тридцатым не закрепил. Тридцать... Ой, три секунды до конца. Нет, я не скрываю вообще никак. Ну ладно. Тридцатым не закрепил, но 29 киллов. 5 тысяч! 5 тысяч! 5 тысяч для TDM-а! Бог ты мой! Это очень хороший результат. Я бы сказал, даже великолепнее. Пше-пше-пше-пше-пше. Поэтому, друзья, вот вам и Викинга Молот. Берите, тестируйте, кайфуйте, нагибайте. Вот такой вот игровой видос сегодня у нас получился. Если вам понравилось, обязательно поддерживайте его лайком, подписочкой на канал. Ну, 150 набирается. Изи-каточка. Следующий замечательный игровой видеоролик выходит у нас на канал. У меня, друзья, на этом сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока! Пока!